Приказом совета клоунителей Следующий файл описывает место содержания гуманоидов класса Xerx Доступ ограничен уровнем 6-17-30 Продолжайте просмотр на свое усмотрение Вы предупреждены Классификация зоопарка людей КЗЛ-17-30 находится в верхнем полуострове штата Мичиган, США Из-за большого числа содержащихся гуманоидных сущностей в КЗЛ-17-30 Был принят протокол КЗЛ Кауфман-99 «Руки на стол» Всем членам Лиги зоопарка людей было приказано обратиться в КЗЛ-17-30 Для назначения работы в зоопарке людей, широко известном как Зона-19 Текущий управляющий персонал КЗЛ-17-30 Директор Доктор Злобов Ящер Бывшая СП-682 Ассистент директора боли и страданий Доктор Скрентон Дедков Бывший ССП-106 Ассистент директора давних обид Доктор Снег Человеков Бывший ССП-1000 такта Ассистент директора психологического насилия Доктор Угарь Глиннов Бывший ССП-3000 Ассистент директора расплаты Доктор Джек Брайт Бывший ССП-963 Бывший? Ну да, бывший Ассистент директора оперативных групп Агент Авель и агент Камерон Завоеватель Бывший крестоносец Слова, которые описывают зоопарк людей КЗЛ-1730 это зоопарк людей из лиги класса А Высокая защита, суперделюкс, максимально крутой зоопарковой хрени Построены на место того, что когда-то было в недавнем прошлом зоной 19ССП фонда Во время необъяснимых, но нежелательных событий сценария класса Белла Я Поехавшая Пятница Члены бывшего фонда SCP оказались на содержании КЗЛ-1730 В то время как бывшие участники социопатической дурки, что была в зоне 19, теперь заправляют этим шоу Некоторые замечания по поводу зоопарка людей 1730 Зоопарк людей 1730 это не только исследовательский центр Конечно мы можем проводить исследование в нем Но иногда мы просто кидаемся печенькой в людей На самом деле не похоже, чтобы внутри зоопарк людей было бесконечное число Так что не нужно мочить их очень уж сильно Мы не хотим, чтобы они закончились Но если людей начнет не хватать, отправляйте запрос доктору мистеру Реду, директору отдела кадров КЗЛ Запомните, обязательные удары в пах КЗЛ-001 по кличке Мото-42 Проходят в северной части по четвергам и начинаются в 7.45 утра У всех полно работы, так что приходите пораньше Мы тут хорошее вещи делаем, так что никто тут не шутит с кармическим порядком, ну или типа того Давайте посмотрим, как долго мы удержимся на спине этого бычка Слово советника-клоунителя это закон Каждый, кто хочет помочь с обслуживанием оборудования в КЗЛ-1730 Может обратиться к директору по обслуживанию доктора Фердинанду Людоедову Доктора Людоедова просили не есть тех, кто ему помогает Дополняшки 1730.1 Особый меморандум от клоунителя-советника В ролях Клоун-помпон Название эпизода Помпон принимает командование Черновой дубль первой сцены с поправками Клоунитель-1 сидит за столом, рассматривая стопку бумаг у себя на столе Он поддерживает голову рукой На его лице смесь смятения и удивления Камера показывает экстерьер зоны 19 Множество людей в оранжевой униформе ведет мимо здания в общежитие Огромный неповоротливый гуманоид Гуманоид хватает ближайшего человека и внезапно начинает его есть Остальные продолжают идти Камера переносится к клоунителям Клоунитель-1 отрывает глаза от стола и замечает, что камеры поворачиваются Клоунитель-1 Вот дерьмо, ты тут Я не был уверен, что ты еще тут после Ну, добро пожаловать в Клоунитель роется в бумагах на своем столе Клоунитель Пожаловать к клоуну Помпону Я тут хозяин Помпон это Клоунитель-1 И в этой еженедельной серии Я, ну мы, судя по всему Клоунитель снова смотрит на камеру Ладно, ребят, похоже, так как проведение дало нам контроль над фондом SCP Мы теперь Он смотрит на стену за своим столом Где написаны слова Лига зоопарка людей Буквами всех цветов радуги Клоунитель Лига зоопарка людей Я буду честен Я так же удивлен этому, как и ты Похоже, мы обнаружили себя в этой ситуации, поехавшей пятница И, похоже, вашего верного слугу кинули в это большое кресло, так сказать Клоунитель-1 смотрит на стену всего момент Затем снова поворачивается к экрану Пока мы не выясним, что происходит Мы будем просто пережидать это И посмотрим, как это долго протянется До тех пор пока, ну... В следующий раз я не буду, наверное, снова клоунителем первым Клоунитель-1 пялится в камеру на момент дольше Затем возвращается к разглядыванию своих бумаг Дополняшка 17.30.2 Особый меморандум от клоунителя-советника номер 2 В ролях клоун-понпон Название эпизода Клоун осознает всю серьезность ситуации Черновой дубль второй сцены с правками Камера показывает внутренние покои совета клоунителей Клоунитель-1 сидит за столом Его окружают клоунители со 2 по 13 На каждом шляпы разных цветов, отличающиеся друг от друга На клоунителе первом белая шляпа Он улыбается Откуда-то со стороны фона слышен звук щелкающей плети После каждого предложения клоунителя номер 1 Доброе утро, друзья, семья, соотечественники И бывшие члены правящего класса Это я, Бомпон Ваш дружелюбный сосед и мегаламанский властелин Мы совет клоунителей собрались вместе прошлой ночью Немного проразмышляли И первая вещь, которую мы поняли Клоунитель сделал жест, указав от себя К другим членам совета клоунителей Сидящим за столом Клоунитель-1 Есть тут нечто куда большее, чем то, о чем я знаю И что текущее положение дел, скорее всего, не изменится в ближайшее время Держа это в уме, мы решили устроить кое-какой замес тут В лиге зоопарка людей Клоунитель-1 встал и пошел направо Камера следует за ним Он останавливается напротив доски На которой уже есть несколько грубых рисунков людей В форме докторов и агентов SCP Которые мутируют разными страшными образами Клоунитель-1 Девочки и мальчики, сколько мы тут находимся? Тут тишина Вот уже пару недель Всему приходит время меняться Для начала я выбрал директора для нашего основного зоопарка людей Тут в КЗЛ-1730 Вы можете знать его по имени, который он носил, будучи рабом SCP-682 Но он вернул свой академический сан И снова готов работать Леди и джентльмены Доктор Ящер Злобов Камера фокусируется на доктора Ящеря Который прислонился к краю меловой доски Он носил лабораторный халат и очки Выражение его морда не казалось довольным Доктор Ящер непонятно рычит Камера продолжает панорамироваться Пока Клоунитель-1 не попадает в кадр И следует за ним до места Где труп бывшего начальника SCP Тима Хайна Подвешен за ноги над фанерным щитом В стороне от него стоял доктор Скрентон Дедков Держа сильно изношенную и окровавленную плеть Клоунитель-1 Видишь ли, доктор Ящер и я Исповедуем простую философию Эти ребята играли в довольно стрёмную игру Тут уже долгое время Я имею ввиду действительно отвратительную игру Кто-то вставал у них на пути Лишь некоторые И мы ценим их усилия Но ты знаешь, что помогает реально освободить Всё разочарование, что копилось годами В этой тёмной дыре Доктор Дедков передает плеть Клоунителю-1 Который начинает яростно бичевать Труп бывшего начальника SCP Тима Хайна Клоунитель-1 Буквально напрямую дать им понять, как я себя чувствую Смеётся и вытирает кровь у себя на лице Ладно, Тим Давай не устраивать сцену перед детьми Клоунитель-1 продолжает тщательно бичевать труп Бывшего начальника SCP Тима Хайна Последующие 14 минут Пока оно не становится неузнаваемо Выдохнувшись, он бросает плеть вниз Клоунитель-1 поправляет свою шляпу Затем камера показывает, как он возвращается В кресло во главе стола А за ним и доктор Ящер Так же, как и другие новые руководящие сотрудники Лиги Зоопарка Людей Клоунитель Вот, теперь у тебя есть это самое Миссия Должен ли ты принять ее и превратить Зоопарк Людей Тут, в КЗЛ-1730 В парк развлечений и кровавых удовольствий для бедных сукиных детей Которые теперь по другую сторону членом Запомни, самая забавная вещь о людях, которые умирают во тьме Камера удаляется, открывая обзор на комически огромную веревку с надписью Дерни меня На ней Доктор Скрентон Дедков выскальзывает из-за кадра, ухмыляясь и хватая веревку Клоунитель-1 Они при свете довольно легко умирают Все члены совета клоунителей начали истерично смеяться Когда доктор Скрентон Дедков потянул веревку Дюжина человек, каждый в униформе агента фонда SCP или ученого Попадали с потолка с петлями на шее и забились в конвульсиях, пока не умерли Когда главная музыкальная тема клоун-помпон нарастает Клоунитель-1 запрыгивает на стол и достает огромный нож из своего костюма Он начинает размашиваться, водитель по телам, смеясь и размазывая по себе кровь Однажды совет клоунителей упомянул такой прикол Что когда под видео много комментариев, делаются более сложные переводы А видео выходят чаще, что бы это ни значило